МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи осудили учительницу, потерявшую ребенка в горах. 55-летняя женщина полностью признала свою вину. На доме героя теперь мемориальная доска. В Сочи отметили 75-летие освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В Сочи представили решение о ликвидации. Фильм о террористах спродюсировал Карен Шахназаров. Здесь главное побить свои рекорды. В Сочи прошел международный полумарафон на колясках. В Сочи осудили учительницу, потерявшую ребенка в горах. 55-летняя Марина Чудина, организовавшая поход, признана виновной в причинении 13-летнему мальчику смерти по неосторожности. Напомню, 11 детей и двое взрослых отправились из Адыгеи в Дагомыс. Будучи инструктором детско-юношеского туризма, Чудина не оповестила о походе МЧС. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и приказ образовательного учреждения. Не проведен был и инструктаж по технике безопасности. В результате 3 июля в районе Бабук-Аула 13-летний мальчик отклонился от маршрута и пропал. На десятые сутки в результате масштабных поисков тело ребенка было обнаружено в труднодоступной местности. Причиной смерти стали травмы головы, полученные в результате падения с высоты. Свою вину женщина признала в полном объеме. Приговором суда Чудиной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. В Сочи мужчина провалился в колодец. Чтобы его достать оттуда, пришлось вызывать спасателей. Дежурной службы 112 сообщил в отряд МЧС, что в районе автостоянки около гурбольницы номер 4 в бетонный колодец упал мужчина. Спасатели применили альпинистское снаряжение. Видимых травм 56-летний житель Армавира не получил, но все равно был передан врачам скорой. Как рассказал сам спасенный, они часто с друзьями собираются в этом месте, как говорится, посидеть. Но никогда ранее с ним такого ЧП не происходило. В Сочи увековечили память героя Советского Союза. На доме, где проживал участник Великой Отечественной войны, установили мемориальную доску. Мероприятие приурочили к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Важную дату отмечают сегодня по всему краю. Основные мероприятия прошли в Тимрюкском районе. Битву за Кавказ историки называют одним из переломных эпизодов войны. К сентябрю 42-го гитлеровские войска захватили большую часть Краснодарского края. Во время оккупации погибли 60 тысяч мирных жителей. В наступление советская армия перешла в 43-м. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и Успенского районов. А 9 октября последних фашистских оккупантов прогнали с Тамани. Сегодня туда со всей Кубани приехали ветераны Великой Отечественной войны. Там открыли тематические выставки, развернули полевую кухню. Гостям показали реконструкцию военных событий. Губернатор края Вениамин Кондратьев вместе с ветеранами возложил цветы к памятнику погибшим воинам, которые участвовали в прорыве голубой линии в 43-м году. Это на границе Славянского и Тимрюкского районов. Разграбленная, истерзанная, обескровленная Кубань. Это страшная правда о войне, которую мы должны сохранить и передать нашим последующим поколениям. Передать, чтобы и они помнили, чтобы помнили, как солдаты-победители, не успев снять шинели, стали отстраивать наши станицы и города, чтобы помнили, как вчерашние фронтовики, голодая, не досыпая, вместе с тружениками тыла, заново начали отстраивать заводы, засевать поля, строить новую мирную жизнь. Мы, наследники этого великого, легендарного народа. И мы не можем, не имеем права придать их честь и славу. И если будем помнить мы цену нашего мирного неба, будут помнить наши дети, внуки, правнуки, а значит будем жить мы. Праздничные мероприятия прошли и в Сочи. Ветераны и молодежь собрались у памятника «Подвиг во имя жизни имена». Такой героический поступок совершил каждый, кто защищал Кубань во имя будущего. Цена победы была дорогой для жителей края. 260 тысяч человек не вернулись с фронтов Великой Отечественной. В память о каждом минута молчания. В Сочи помнят именно тех, кто бился за Кавказ и освобождал родной край. Эта мемориальная доска навсегда увековечила имя Николая Павлова. Ее установили и торжественно открыли сегодня на фасаде дома, где жил герой Советского Союза. Николай Дмитриевич – флагманский воздушный стрелок-радист авиационной дивизии. К июлю 44-го он совершил 160 боевых вылетов. Лично сбил 4 самолета. После войны и увольнения в запас Николай Павлов работал в Сочи-Ремстрое. Вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Однажды, когда самолет был сбит и уже горел, а он раненый в руку и в голову, без сознания пришел в себя и увидел горящий самолет. Но там остались документы полные. И если они попадут в руки врага, все будет уничтожено, вся наша эскадрилья. Поэтому, надев белый халат, он пополз в самолет, документы сгорели, сумел выбраться, остаться живым. Вот где мужество. В доме на тоннельной сегодня продолжает жить семья Павлова. Его внук Дмитрий с семьей. Они не просто гордятся своим дедом, бережно хранят память о нем, рассказывая истории удивительного героизма жителям всего дома, благодарным за такое соседство. В правильном духе воспитывал. Он для меня, естественно, является примером, был, есть и будет. И также мои дети всегда гордятся, внуки, и стремятся быть похожи на него. Все в семье у нас идут по военной линии, как и он. Начиная, как говорится, с меня, и поколения все под погонами, как говорится. К новому месту памяти возложили цветы в лице героя Советского Союза Николая Павлова, поблагодарив всех, кто отстоял Кубань и подарил мирное небо. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На Кубани планируют разводить высокопродуктивный крупный рогатый скот. Проект нового генетического центра представят в Москве на агрофоруме «Золотая осень». Как рассказал журналистам глава региона, его реализация позволит в разы нарастить мясное и молочное поголовье коров. Это позволит значительно увеличить экспортные поставки готовой продукции. Краснодарский край представит на выставке «Золотая осень» свой экспортный потенциал. Мы уже сотрудничаем с более чем 130 странами, но надо признать, что сейчас это в основном сырьевые поставки. Зерновых культур, пшеницы и кукурузы. Наша же задача, и на это обращает внимание президент России, значительно увеличить долю несырьевого экспорта. Также Вениамин Кондратьев отметил, что краю важна поддержка правительства страны в вопросе модернизации крахмального завода в Гулькевичском районе. Предприятие может стать крупнейшим производителем, заменителем сахара в стране. Кроме того, на «Золотую осень» в Москве краевые власти планируют провести ряд встреч с потенциальными партнерами. В Сочи продолжает свою работу форум современной журналистики. В его рамках состоялся показ фильма «Решение о ликвидации». Его представил продюсер Карен Шахназаров. В главной роли Игорь Петренко. И это уже повод посмотреть картину. Актеру удаются роли сотрудников спецслужб. Правда, не совсем удачное название фильма, сразу же раскрывающее его содержание. Не понравилось оно и продюсеру Карену Шахназарова. Но менять не стали, так и запустили с июня в прокат. Вообще терроризм, к сожалению, остается важной темой в мире. И, к сожалению, не так актуально, к счастью, в нашей стране. Но все-таки все равно мы видим какие-то такие. Поэтому я думаю, что... А самое главное, что работа наших спецслужб, она заслуживает всяческого уважения. События развиваются на Кавказе в 2004 году. Сотрудники ФСБ пытаются предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Их задача – уничтожить командира Базгаева. Прототипом Базгаева стал лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев. В основу фильма взяты реальные события. И сегодня – это уже воспоминания, но достаточно важные, которые помогут избежать ошибок прошлого. Там все отстроено так, что трудно себе представить. На экскурсии приезжают люди, отдыхающие из Кисловодска, из отдельных городов, минеральных вод, чтобы посмотреть, как живет сегодня Чеченская республика. И они во многом уже переосмыслили эту ситуацию. И я думаю, что многим будет, наверное, в том числе молодежи, интересно посмотреть на то, что происходило в республике в те страшные годы. На встрече с журналистами Карен Шахназаров объяснил, что современное российское кино ищет свой путь. И хорошо, что многие режиссеры не стесняются учиться на советских фильмах, в которых был заложен глубокий смысл. Гелена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские студенты посетили музей истории городской полиции. Перед экскурсией состоялась встреча с ветеранами внутренних дел, которые рассказали о методах раскрытия преступлений в их время. Экскурсию провел председатель ветеранской организации отдела полиции Хостинского района Петр Лещенко. Будущие юристы узнали интересные факты о службе в разные времена. Студенты задавали много вопросов, прошли по всем залам музея, рассматривали экспонаты и фотографии. В музее сочинской полиции разработан целый комплекс мероприятий, посвященных истории правоохранительных органов города. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 10 октября в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 22-24 градусов выше нуля. Атмосферное давление 761 миллиметр и тутного столба. Театры взойдут на Олимп. В Сочи начинает работу один из крупнейших в России фестивалей успешных репертуарных театров. Театральный Олимп традиционно проводится на курорте под патронатом главы Сочи. В этом году организаторы планируют плотное сотрудничество с муниципалитетом. И в первую очередь это работа с молодежью. Театральный Олимп в Сочи – единственный в России фестиваль успешных репертуарных театров страны. Его основное отличие от всех других фестивальных проектов в том, что это конкурс не столько спектаклей, сколько театров в целом. А еще Театральный Олимп, который в 2011 году зародился в Сочи, представляет не только творческие достижения, но и успехи в сфере театрального менеджмента и социально-культурного партнерства. В рамках соревновательной программы проходит как основной конкурс спектаклей, так и ряд мероприятий, направленных на выявление менеджерских ресурсов театров участников. Ну а в целом, считают организаторы, проект способствует поддержке, развитию и укреплению репертуарного театра России. И именно на этом примере сочинцам необходимо прививать любовь к театральному искусству, подчеркивают власти города. И каждый театральный коллектив, вот то, что для меня, как я понимаю, то, что Ольга Валентиновна делает, что не просто театральный коллектив, не просто театральная труппа, не просто отдельный хозяйствующий субъект. Это еще и такой конгломерат в городской среде, который распространяет вокруг себя и создает особую атмосферу, включает в свою орбиту интеллектуальных людей, заражает своими проектами, заставляет думать на одном языке, дышать своим медним воздухом. Вот это очень важно. В этом году театральный Олимп будет плотно сотрудничать с курортом. В городе уже состоялся круглый стол, где решено с помощью участников фестиваля развивать школьное театральное движение. А для студентов Сочинского колледжа искусств в том числе члены жюри фестиваля проведут мастер-классы. И вообще на этот раз в репертуаре театров масса постановок для детей и всей семьи. Сегодняшний фестиваль, он, можно сказать, такая серьезная подготовительная ступень. Потому что бы на будущий год фестиваль мог подарить городу, в котором родился и в котором живет, мог подарить большой театральный праздник. Глубокий, многогранный. Наш фестиваль в последний раз проходит осенью. Мы возвращаемся на свое любимое июньское время, потому что уж очень нас об этом просят театры России. Поэтому следующий фестиваль, а он будет проходить в 2019 году, с 19 по 27 июня. Эти сроки мы обозначили с нашими партнерами в Сочи. Он будет посвящен году театра. Фестиваль в Сочи до 15 октября. Среди площадок фестиваля «Зимний театр», «Летний, что в парке имени Фрунзе» и «Новый театр Сочи» в концертном зале «Фестивальный». Выступление балета Игоря Моисеева прошло в Сочи при полном аншлаге. Государственный академический ансамбль народного танца выступил на сцене Парка науки и искусства «Сириус». В Сочи ансамбль представил одну из своих самых ярких программ – «Танцы народов мира». Зрители увидели постановки мастера народно-сценической хореографии, ставшей мировой классикой, в том числе легендарная «Яблочко». У нас огромная страна, многонациональная страна. И вообще мы обязаны знать свои корни. Не только русские танцы, ведь она многонациональная. Мы россияне, да? И вот россияне, молодые, маленькие, они вырастают. Они должны знать культуру народов России. И лучше, чем в танце, эту культуру ты никак не выучишь. Новой работой коллектива стал адыгский тляпатет. Это танец молодых девушек из знатных семей. Его поставил для балета Моисеева народный артист Адыге Аслан Хаджаев. Выступление Государственного академического ансамбля состоялось в рамках Сочинского фестиваля балета и танца. Балет Моисеева – это коллектив со старыми и проверенными культурными традициями, со своим уникальным стилем. Я работал с этим коллективом, потому что накануне финала Чемпионата мира по футболу был большой галоконцерт в Большом театре, где мы вместе сделали один из номеров представления. В Сочи работали 80 артистов балета, всего в коллективе 90 танцовщиков и минимальная команда технического сопровождения. Однако костюмы и реквизит составили 4 тонны багажа. Всероссийская акция «Чья-то жизнь уже не мелочь» стартует в Сочи 19 октября. Суть акции проста. Почти у каждого дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают накопившуюся в карманах и кошельках мелочь. Но если все сложат свои накопления, то вполне по силам подарить надежду на выздоровление тяжело больному ребенку. Этой осенью россияне вместе с благотворительным фондом «Линия жизни» будут помогать 13-летнему Артему Фомичеву из Череповца. У мальчика остеосаркома правая больше берцовой кости. В ближайшее время планируется операция. Артему требуется онкологический раздвижной эндопротез. Его стоимость 1 млн 251 тыс. рублей. 19, 22 и 25 октября сбор мелочи будет организован во Дворце спорта «Большой» во время матчей хоккейного клуба «Сочи». А также 27 и 28 октября с 12 до 17 часов на Новогинской, 11. Не сдавать позиции в Сочи спортсмены-колясочники закаляли характер на главной гоночной трассе страны. 21 километр на спортивных колясках по трассе «Сочи-автодром» проехали 26 атлетов из России и пяти зарубежных стран. Кто стал лидером четвертого по счету международного полумарафона – в материале Татьяны Говорковой. Идея проведения международных гонок на колясках появилась во время Паралимпиады в Сочи. Сразу после окончания игр была сформирована российская легкоатлетическая команда бегунов-колясочников. И вот уже четвертый раз на трассе «Сочи-автодром» проходит полумарафон, в котором принимают участие не только российские спортсмены, но и представители зарубежных стран. В этом году это спортсмены из Франции, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана и Армении. Последнее представлено только двумя спортсменами. Сымбат Карапетян уже участвовал в полумарафоне в 2016 году. Показать хороший результат тогда не получилось. На этот раз два года подготовки не должны пройти даром, уверен многократный чемпион Армении. Я раньше занимался баскетболом на колесах, потом решил уйти в атлетику. Поэтому в 2016 году он был хорошо подготовлен. Сейчас я буду делать все возможное, чтобы улучшить свой результат и попасть в пятерку первых финиширующих. Среди полумарафонцев немало спортсменов, пришедших к гонке на колясках из другого вида спорта. Наш российский спортсмен, воспитанник заслуженного тренера Ирины Громовой Алексей Быченок – биатлонист, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи. Первые гонки на колясках для него завершились победой. 21 километр Алексей преодолел почти за 47 минут. Сейчас намерен не сдавать позиции и опередить не только других спортсменов, но и своих коллег. Тяжело всегда, легко не бывает, но мы только рады, что прибавляются участники. Нам интереснее от этого. Ребята молодцы, ребята добавляют. Конкуренция у нас в том числе и на победу очень сильная. И за призы борьба будет острой. На главной гоночной трассе 26 спортсменов. Их задача пройти 8 кругов и финишировать за максимально короткое время, в среднем до часа. При этом максимальная скорость, которую могут развить участники, составляет около 40 километров в час. А протяженность самой трассы полумарафона – 21 километр. Такое состязание дает возможность спортсменам повышать квалификацию и закалять характер. Цель нашего мероприятия – это, конечно же, развитие и популяризация такого интересного вида спорта, как гонки на колясках. И на автодроме в Сочи проводится такое интересное событие. Оно на самом деле интересно и уникально для этой трассы, потому что ни на одной трассе «Формулы-1» нет такого социального проекта. И мы будем его обязательно продолжать. В этом году лидером полумарафона среди мужчин вновь стал паралимпиец Алексей Быченок. Ему удалось преодолеть дистанцию за 45 с половиной минут. Среди женщин быстрее всех оказалась тоже член сборной России Наталья Кочарова. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Регата набирает обороты. В Сочи продолжается чемпионат страны в олимпийских классах яхт. Пока Сочи радует чемпионат погоды, без ветря наблюдается лишь в прогнозах синоптиков. На деле соревнования идут в хорошем ритме. Гонки проходят на трех дистанциях. Фиолетовая для винсерфинга, желтая для скоростных классов и зеленая для швертботов. В классе 470 продолжают уверенное выступление Павел Сазыкин и Денис Грибанов. Алиса Кирилюк с Анжеликой Черняховской не просто идут наравне с мужчинами, но и обгоняют в протоколе всех, кроме Павла и Дениса. В классе «Фин» смена лидера Аркадий Кистанов выиграл обе гонки и захватил первую строку. В классе «Лазер» закончилось двоевластие. Сергей Комиссаров единолично утвердился на первом месте, но Максим Николаев уступает совсем чуть-чуть. В классе 49-й «Флот» возглавляют Ян Чех и Иван Зотов. Всего три очка им проигрывают Константин Носов и Александр Гайдоенко. В классе 49-й «ФХ» с пятью победами в шести гонках впереди Зоя Новикова и Диана Сабирова. Несмотря на юность, девушки показывают себя настоящими лидерами. В классе «Лазер Радиал» продолжает доминировать Валерия Ломатченко. Чемпионка России Екатерина Зюзин держится пятой. От Ломатченко она отстает на 12 очков. В классе «Накро-17» «Микс» по-прежнему впереди Максим Семенов и Алина Щетинкина. На второй позиции Сергей Джинбаев и Дарья Иванова. В классе «РСХ» у женщин впереди Мариам Сихпасян. У нее шесть побед в шести гонках. В классе «РСХ» у мужчин борьба. Бывший лидером после первого дня «Беларусь» Никита Циркун стал вторым, а на первую позицию выдвинулся чемпион России 2017 Евгений Айвазьян. Гонки в Сочи продлятся до конца недели. Компания «Рыбак Камчатки» вновь в Сочи с новым ассортиментом рыбной продукции. Ее можно приобрести на выставке продуктов питания и напитков «Экспофуд», который открывается 11 октября в четверг в выставочном павильоне на площади Северного Мола у Нового Морпорта. По просьбе сочинцев рыбак Камчатки вновь привез более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Среди деликатесов белорыбеца, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт «Царица Лососевых» – редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 11 по 13 октября на выставке продуктов питания и напитков «Экспофуд». В отдельном павильоне на площади Северного Мола у Нового Морпорта – круизная гавань 4. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграмы в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok